Это наш четвертый урок и в этом уроке мы с вами познакомимся с таким понятием как эффекты. Вообще эффекты это очень классный, очень полезный и очень интересный инструмент. И сейчас первым делом давайте перейдем к панели Project и загрузим сюда любое видео с вашего компьютера. Теперь, чтобы не создавать новую композицию вручную, как мы это делали в уроке, посвященному анимации, давайте кликнем левой кнопкой мыши по этому видео и перетащим его на кнопку Create New Composition, которая расположена в нижней части панели Project. Таким образом мы автоматически создадим новую композицию точно с такими же параметрами, как и у исходного видеоклипа. Здесь у меня есть вот такое вот видео с каким-то мужиком, которого зовут Барак. И именно на примере этого видео я вам и буду объяснять, что же такое эффекты. Если говорить в общих чертах, то эффекты это специальные инструменты, предназначенные для обработки наших слоев. Доступ к эффектам мы можем получить либо на панели Effects & Presets, здесь, либо через верхнее меню, через вкладку Effect. Здесь у нас находятся все те же вкладки, которые вы сейчас можете видеть на панели Effects & Presets. И знакомство с эффектами давайте начнем с самого простого, на мой взгляд, эффекта Fast Blur. Давайте перейдем ко вкладке Blur & Sharpen, раскроем ее. И здесь, в этой вкладке, найдем эффект Fast Blur. Вот он. Чтобы применить данный эффект к нашему слою, мы кликаем по нему левой кнопкой мыши и перетаскиваем его либо на изображение этого слоя в панели Composition, либо на сам слой в панели Timeline. Как только мы это сделали, у нас автоматически открывается панель Effect Controls, где уже расположен тот эффект, которым мы только что воспользовались. Здесь, на панели Effect Controls, мы настраиваем основные параметры данного эффекта. Как вы видите, у эффекта Fast Blur есть три параметра. И все эти параметры могут быть анимированы, потому что слева от них у нас расположены значки с секундомерами. Как вы видите, значения тех или иных параметров могут быть представлены в разных видах. Допустим, здесь у нас числовой вид, здесь у нас значения данного параметра представлены в виде вот такого вот меню, а здесь у нас расположен просто чекбокс. Давайте сейчас увеличим значение параметра Blurness, и вы увидите, что наше изображение в панели Composition размоется. Вот таким вот образом получается, что эффект Fast Blur у нас отвечает за размытие. Заодно, чтобы исправить вот эти косяки по краям кадра, давайте поставим галочку в чекбоксе Repeat Edge Pixels. Замечательно. Кстати, как только мы применили эффект Fast Blur к нашему слою, то если мы сейчас откроем его параметры, здесь вы увидите, что у нас появилась вкладка Effects. Открываем ее, в ней находится эффект Fast Blur. Получается, что доступ ко всем этим параметрам мы можем получить не только здесь на панели Effect Controls, но также и на панели Timeline. Сейчас давайте снова вернемся к панели Effects and Presets, спустимся чуть ниже и перейдем к группе эффектов Color Correction. Раскрываем ее, спускаемся чуть ниже и находим эффект Curves. Наверное, те из вас, кто работал в программе Adobe Photoshop, знают такой инструмент, как кривые. Так вот, данный инструмент в программе After Effects представлен отдельным эффектом Curves. Давайте перетащим его. Можно перетащить сюда, сюда, либо сразу на панель Effect Controls. Таким образом, мы также применяем этот эффект к нашему слою. Как вы видите, здесь находятся все те же параметры, которые вы могли видеть в программе Photoshop. Здесь давайте немного увеличим контраст этого изображения, и вот что мы получим в итоге. Стоит также заметить, что финальное изображение, которое мы получаем после применения тех или иных эффектов, довольно-таки сильно зависит от порядка применения этих эффектов. Сейчас у нас к нашему слою сначала применяется эффект Fast Blur, а уже затем применяется эффект Curves. Поменяв порядок применения этих эффектов, мы можем немного изменить финальное изображение. Также, если мы хотим отключить действие того или иного эффекта, то мы просто убираем буковки FX из этих чекбоксов. Если мы хотим сбросить настройки этих эффектов к настройкам по умолчанию, то мы кликаем по надписи Reset. Здесь и здесь. Если мы вообще полностью хотим удалить эти эффекты, мы выделяем их здесь и нажимаем клавишу Delete. Сейчас давайте снова вернемся к панели Effects & Presets и воспользуемся еще каким-нибудь эффектом. К примеру, эффект Liquify дает очень забавные и интересные результаты. Чтобы не искать данный эффект здесь, в данной панели вручную, давайте воспользуемся строкой поиска. Ставим курсор здесь и набираем название данного эффекта. Liquify. Вот он данный эффект. Находится он в группе эффектов Distort. Берем его и перетаскиваем на наше изображение. Сейчас мы немного поиграемся с этим эффектом. То есть, как вы видите, при помощи различных эффектов мы можем создавать различные просто дикие картинки. И если бы мистер Президент еще бы не особо сильно болтал головой, то мы бы получили просто потрясающий результат. Окей. Как вы, наверное, заметили, у нас на панели Effects & Presets, ну и вообще в программе After Effects, есть огромное количество различных эффектов. Их можно использовать для цветокоррекции, кейинга, создания визуальных эффектов, искажения слоя, размытия, для работы с каналами, для стилизации наших видео под что-нибудь и так далее. Но все эти эффекты условно можно поделить на две большие группы. Первая группа – это эффекты, которые каким-то определенным образом обрабатывают наше изображение. Вторая группа эффектов – это эффекты, которые сами по себе создают какие-то изображения. Для того, чтобы продемонстрировать эффекты из второй группы, давайте я удалю это видео из панели Timeline, выделяю его здесь и нажимаю клавишу Delete. И теперь создам новый сплошной слой. Идем. Layer – New Solid. Назовем его «Эффекты». Выберем для него черный цвет и нажмем на кнопку «Ок». Снова обратимся к панели «Эффекты и пресетс» и здесь перейдем к группе эффектов Generate. Раскроем ее. И здесь нас первым делом интересует эффект Advanced Lightning. Берем его, перетаскиваем сюда. И как вы видите, при помощи данного эффекта мы можем создавать вот такую вот очень прикольную и очень реалистичную молнию. У нее есть довольно-таки много различных параметров. Можете поиграться со всеми этими параметрами и посмотреть, как это будет влиять на наше изображение. Я сейчас пока удалю этот эффект. И мы с вами идем далее. Здесь очень много классных эффектов. Вот, к примеру, эффект Beam. При помощи него мы можем создавать вот такой вот лазер. Ну или это меч из фильма Star Wars. На первый взгляд кажется, что это довольно-таки примитивный и скучный эффект. Ну, если использовать этот эффект с умом, то можно добиться вот такого вот результата. Как вы видите, это любительское видео. И здесь при помощи эффекта Beam создается вот такой вот лазерный меч. Смотрится все очень круто. Итак, давайте я опять же удалю этот эффект. И еще один классный эффект, который часто используется в кино, в различных роликах. Это эффект Lens Flare. Который создает вот такие вот блики. Рассказывать о действии всех эффектов в рамках этого урока просто нет смысла. Поэтому я думаю, вам нужно пробежаться по всем этим вкладкам, по всем этим эффектам. И посмотреть, что при помощи них можно сделать. Мне кажется, вы очень сильно удивитесь. Как просто можно создавать классные визуальные эффекты, используя те или иные стандартные эффекты из программы After Effects. На этом, в принципе, все. И увидимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok